Здравствуйте! В эфире ОТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В сентябре в Одинцовском округе заработал сервис «Умная платежка». Какие возможности он дает жителям? Об этом мы сегодня поговорим с Михаилом Владимировичем Каратаевым, заместителем главы администрации муниципалитета. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день. В сентябре все верно стартовал проект «Умная платежка». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Что это за проект? Зачем он создан? Проект «Умная платежка» внедряется на территории Московской области уже в течение 2020 года. Первым мы внедрялись на трех территориях данное программное обеспечение, а с сентября внедряется уже на территорию всего Подмосковья. Данный проект ведет Мособлиерц под патронажем правительства Московской области. И этот проект признан снизить количество обращений граждан за разъяснениями в форме посещений офисов Мособлиерца. То есть мы с данным приложением получаем более качественный сервис, который позволяет снять большинство вопросов, с которыми жители приходят в офис EIRS. Это что за вопросы? В первую очередь, это, конечно, передача показаний. То есть по данному сервису можно передавать показания приборов учета воды, электричества в том числе. И, соответственно, получить подробный расчет по каждой платежке. То есть не просто видеть цифры, а посмотреть формулу, посмотреть, откуда сложились эти цифры. И получить более подробное разъяснение, как насчитан долг. Особенно часто жители спрашивают, откуда у меня долг, если я заплатил, условно говоря, в том месяце. Но большинство забывает, что если он заплатил после 10 числа, то платежи могут не пройти и учтутся уже в следующем периоде. То есть платеж никуда не пропал. Соответственно, вот эти все вещи, они чаще всего ранее разъяснялись в ходе визита. Но у нас же сейчас пандемия, поэтому необходимо сократить максимальное количество контактов и делать все через удаленные сервисы. Соответственно, данный сервис, он как раз призван к тому, чтобы упростить саму платежку, донести до жителя ее содержание и дать максимальное разъяснение, почему в платежке те или иные цифры присутствуют. То есть это мобильное приложение, которое мы можем установить на мобильный телефон, на смартфон, правильно? Да, на любой платформе, как на Android, так и на Apple, они работают. И, соответственно, их можно скачать в приложении. Это приложение можно скачать либо в Apple Store, либо в Google Store или Play Market. Приложение бесплатное? Да, абсолютно бесплатное приложение, как и сам сервис. То есть внутри нет никаких встроенных покупок. Единственное, это надо быть клиентом Мособлиерс, то есть быть в той управляющей компании, которая услуги Мособлиерса получает в виде платежек. У нас на сегодняшний день у всех жителей приходят платежки Мособлиерс, это за мусор. Приходят платежки капремонта, то есть это все уже в Мособлиерс. И сейчас идет плановый переход по всем коммунальным услугам. То есть коммунальные услуги, такие как водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, они тоже переходят постепенно в платежку Мособлиерс по мере перехода на прямые договора. Эта процедура, она не быстрая, но она запущена, и потихонечку мы двигаемся к тому, чтобы у нас все платежи жителей за жилищно-коммунальные услуги были в едином платежном документе. И единый платежный документ имел единый образец на территории всей Московской области. Повторюсь, первыми у нас пилотами идут сейчас, это наши муниципальные предприятия, такие как УЖХ, Одинцовская теплосеть, они уже все свои расчеты перевели в ЕПД, а дальше за ними уже подтягиваются все остальные коммерческие управляющие компании. Вы сказали, что в нескольких муниципалитетах Подмосковья умная платежка появилась раньше, чем у нас. Вот насколько там опыт оказался успешным? Помогло ли это избежать вот тех самых очередей, которые сейчас, ну, крайне нежелательны? Первыми в пилоте участвовали Можайск, Химки и Красногорск. Конечно, их опыт бесценен. То есть это были первопроходцы, которые первыми на себя приняли все вопросы от жителей, первыми отрабатывали саму технику, определяли, какие наиболее важные элементы нужно оставить, какие доработать, какие убрать, чтобы они не мешали восприятию. Ну, соответственно, данная работа была проведена именно с точки зрения улучшения интерфейса и общения жителя с программой, потому что весь блок данных, который выдает эту программу, он уже существует. С 2015 года Мособла Ерц обрабатывает данные, соответственно, у него есть эти все базы данных, они накоплены по каждому году, по каждому жителю. То есть каждый лицевой счет имеет свою историю, и эта история, она появляется с момента захода данного лицевого счета в Мособла Ерц. Ее можно будет посмотреть также через данное приложение. Данный сервис постоянно дорабатывается, мы все знаем, что на современных программах всегда выходят улучшения, так называемые новые версии, соответственно, с каждой новой версией появляется дополнительная функция, в том числе и, я надеюсь, что появится функция возможности просмотра глубокой истории, прямо с самого начала. Вот как появился единый платежный документ Мособла Ерца, и в них появились ваши начисления, так сразу же вы сможете посмотреть. Очень важный момент. Жители часто спрашивают, а как мне зарегистрироваться в этом приложении? Ну, опять же, никаких платных смс нету, просто необходимо будет загрузить приложение, ввести свой номер телефона, который будет использоваться для авторизации, а дальше отсканировать QR-код, который находится на каждой квитанции, выпускаемой Мособла Ерцом, и данный QR-код авторизирует вас как пользователя данного кабинета личного. После этого можно будет получать все данные и в том числе оплачивать те платежки, которые туда приходят. А можем ли мы сейчас сказать, сколько жителей Одинцовского округа уже воспользовались такой возможностью? Жители Подмосковья уже порядка 200 тысяч человек воспользовались данным личным кабинетом, и это число продолжает расти каждый день. Скачивания растут, соответственно, количество пользователей, но хотелось бы отметить, что и старый личный кабинет пользователей, он тоже работает, они работают сейчас параллельно, каждый из них может работать независимо друг от друга, но данные синхронизируются. В какой-то момент произойдет объединение старого личного кабинета и новой умной платежки, и данная программа станет единой для всех, будет называться умная платежка, и дальше работает в едином режиме. То есть, если, например, у меня есть личный кабинет Мособла Ерце, значит ли это, что умная платежка мне не нужна? Или лучше воспользоваться новым сервисом и забыть про старый? Лучше сделать так, как вам комфортнее. Ну, ни для кого не секрет, что что-то новое, оно всегда требует привыкания, изучения. Соответственно, если вы готовы попробовать изучить это, то, пожалуйста, скачайте, попробуйте. Ничто вам не мешает пользоваться личным кабинетом параллельно. Ну, просто личный кабинет – это такая же разница, как между обычным записным блокнотом и iPad. То есть, разница приблизительно такая же. То есть, там умное устройство, здесь умная программа. Соответственно, здесь тоже обычный лист бумаги с ручкой и соответствующее приложение. Дело привычки. Да, дело привычки, дело обучения. Если говорить об обучении, многие говорят, как пожилые люди смогут воспользоваться данной программой. Безусловно, я тоже этот вопрос готовила. Да, вот этот вопрос, он всегда актуален, потому что, повторюсь, все новое, оно всегда вызывает в первую очередь множество вопросов о том, как этим пользоваться. Для этого в каждом офисе Mosoble Yertz можно подойти к стойке, попросить установить на свое устройство данное приложение, и тут же вам объяснят, как пользоваться данным приложением. Ну, и плюс, конечно, в интернете есть ролики, как пользоваться данным приложением. То есть, можно открыть, посмотреть, там все подробно объясняется. Ну, и сам интерфейс, он интуитивно понятный. То есть, пожилые люди, в общем-то, установив его на устройство, дальше справятся, разберутся, что к чему. Ну, либо попросят своих родных, чтобы тебе показали, что и где можно посмотреть. Потому что, ну, с каждым днем у нас компьютерная грамотность, она растет. Соответственно, я надеюсь, что скоро мы уже будем все легко пользоваться всеми благами современных цифровых технологий. Остаются ли какие-то вопросы, которые можно решить, только придя в офис Mosoble Yertz? На самом деле, большинство вопросов можно решить дистанционно. Есть горячая линия, можно на нее позвонить. То есть, приходить в офис нужно, если только необходим, какой-то оригинальный документ с живыми подписями, либо что-то еще. Можно даже получить копию платежки, можно получить справку за заверенную электронной подписью. Можно получить большинство документов, которые необходимы для повседневной жизни. Давайте еще раз напомним телезрителям, где взять приложение «Умная платежка». Что нужно сделать, чтобы оно появилось на смартфоне? Необходимо зайти в App Store, либо Play Market и выбрать там приложение «Умная платежка». То есть, прям так и набивается «Умная платежка» и дальше появится уже это приложение с логотипом Mosoble Yertz. И по этой схеме мы работаем? Да, дальше нажимаем «Скачать», «Загрузить». Но, в принципе, если какой-то сбой будет, можно попытаться еще раз. Но обычно никаких проблем нет. Дальше зашли в приложение, оно попросит вас авторизироваться. Надо будет набрать свой номер телефона. Дальше по данному номеру телефона у вас будет дальше ваша авторизация на данный номер. И дальше отсканировать QR-код на единой платежке. И данный QR-код, он содержит в себе все данные владельца лицевого счета. Соответственно, он сразу же загрузит это вам в телефон. И дальше начнется подгрузка уже из базы данных. И в течение очень короткого времени вы получите свою уже программу с наполненными данными по вашему лицевому счету. И море возможностей, которые можно реализовать без посещения офиса. Да. Повторюсь, основная цель данной платежки – уменьшить количество вопросов. То есть, чтобы житель, открыв данное приложение, смог получить всю информацию из него. Да, есть какие-то вопросы, которые требуют дополнительной программы. О которых вы говорили, да. Тогда уже можно набрать на горячую линию. Можно прийти в офис. На территории Одинцова у нас работает 18 офисов. Они работают в разных режимах. Ну, самое большое – это у нас на новоспортивной 10. Он работает практически всю неделю с 9 до 6. По телефону горячие линии могут помочь с установкой приложения? Да, конечно, могут. Ну, просто это не очень удобно – разговаривать по телефону, ставить еще на него приложение. Ну, вот так, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, ответили вопросы. Я думаю, что жители Одинцовского округа достаточно продвинуты. Обязательно воспользуются сервисом «Умная платежка». Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.